уже стоит деталь 1 как 2 либо 3 детали почему так иногда выходят тут все зависит от я просто примеры навожу привет пример навожу а вы для себя делайте вывод допустим если допустим ко мне даже вот случай был приезжает клиент перед мне надо покрасить дверь тут небольшая царапина мне нужно покрасить дверь получается и переднюю да сколько это будет стоить понятное дело в этом говорите как за . да это сразу ваша ошибка клиент конечно для себя слышит неплохую сумму но не поймет даже те самые 100 долларов он услышал да там 100 долларов но для него это уже звучит много почему здесь же маленькая царапинка давай подешевле сделаем вас можно понять из-за чего вы хотите дешевле сделать но вопрос другом состоит я допустим хочу донести донести до вас то что если вы делаете для себя и не хотите видите каких-то переходов и так больше встык двери не красятся сейчас каждая вторая краска она уже сложная и по-любому стык она не будет точно стрелять погрешность того самого колориста плюс даже вы лаком освежить дверь она уже будет ярко выраженный металлик будет и на этом фоне казаться бы что свежая деталь только палач надо даже не крошена просто лаком скрытие освежить рядом дверь она уже будет как бы темнее немножко насыщение да и вы сразу скажете что так она же не в цвете так вот чтобы такого практик ну особо не было нужно всегда делать чтобы понимали это по правильному переход допустим на переднее крыло и на заднюю дверь то есть вы красите пассажирскую дверь переднюю но чтобы не было вот этих стыков нужно разбросать краску как-то плавный переход сделать а уже три единицы залачить то есть не по лаку переход а именно переход по базе что плавно все разошлось а тогда не будет видно что где-то сделан переход но за эту работу как бы нужно уже брать деньги я не говорю что брать нужно как за деталь хотя много так кто делает но приблизительно пол стоимости детали можно брать да грубо говоря если делать переходами одну две краски что делаешь переход это 200 долларов вот красишь одну и человека конечно ему непонятно почему из-за такой царапинки я буду платить 200 долларов но если он не хочет делать за 200 долларов пускай едет делает другом месте но обратно же я даю руб за 100 процентовую гарантию что где сделают подешевле как ну не попадут цвет конечно есть варианты что допустим царапины идут в начале двери до что нужно переход только на одну сторону сделать и не нужно залазить на другую тогда другой вопрос немножко дешевле будет там грубо говоря там на 50 долларов на 60 на 50 но когда вы делаете переходы когда я делаю я себя как бы перестраховываю потому что много было раньше и шел на встречу людям скидывал лишь бы убрать а потом я в итоге оказывался плохим хреновым маляром потому что я не попал в цвет а почему потому что это было покрашено в стык и даже малейшей погрешности зерна даже неправильное нанесение уже она покажет вам на стыке что но то что он не туда и стреляют тут даже не свежий лак может сыграть и так дальше вот почему иногда стоит брать больше почему вы слышите сумму больше за одной двери потому что нужно растягивать чтобы было все хорошо но если вам не нужно сильно докапываться до этого подкрасили пятном раздули и все это будет самый минимальный дешевый вариант тысячу гривен 50 баксов и влезете но никаких ответственности абсолютно то есть подули кусок куском залачили располировались не нужно даже лачить всю дверь и так дальше то есть чисто зону ремонта но зачем в случае сейчас машины практически все новые свежие красивые дорогостоящая краска но никто не хочет ездить клоуном даже с тем самым переходом хреновым допустим или стык покрашена машина чтоб было где-то как непонятно что все хотят хорошо и подешевле но такого не бывает нужно просто понимать вот это рассказывать что ли вам для этого чтобы понимали за из-за чего берутся деньги почему так выходит на самом деле но в итоге она будет уже очень хорошо такой вот нюанс по поводу иногда было у меня такое что приезжает чувак порица мне нужно покрасить дверь тоже кстати передняя но его подешевле я как бы не разговаривал что им надо вот так вот так вот так нет не не важно там если что-то будет видно чуть-чуть то то ничего страшного мне главное подешевле там ага две с половиной тысячи гривен там 70 70 долларов и погнали ну и конечно же конечно же она видно было и жестко видно что она не попала в цвет ну то есть нужно было она попала но только так как свежие все немножко погрешность колористы и все на этом на выходе получается что конечно же как будто пипец полный я понимаю что я себя разбросал было бы хорошо так а чё ж ты не сказал что такое так я же говорил что так она и будет да ну я же думал не так а как ты думал будет так как нормально из-за те же копейки что ты мне предлагал какие мы договорились на как как ты думал я сказал что она попадать не будет будет ну хреново это в стык стык в любого маляра спросите но не будет она четко я предупредил предупредил так я же не думал что так будет сильно ну давай что-то думать и что же вы думаете в итоге вот этими спорами всякими разговорами недовольными лицами половину денег еще я скостил короче говоря на материал я взял только себе в убыток сделал а человек естественно его ничего не переделывал вот так и под этот день ездит это было у нас фольксваген посад с америки там дверка залетный проезжал залетный человек под этот день сейчас ездит довольны что он покрасил дверь за 1000 гривен смятина небольшой поэтому лучше сразу брать на три детали не хочет человек делать не хотите платить да допустим пожалуйста ищите других мы это школу уже прошли я уже схвал немножко дверей таких и крылышков что теперь понял одно лучше сделать раз но хорошо нежели ущемлять себя и в итоге на наливах и выходить короче это полный бред не знаю как нужно не любить автомобиль чтобы на нем экономить всем спасибо за внимание кто меня понял в этой теме естественно досмотрел до конца но мы еще некоторые темы подымем интересные всем пока